Ирина, здравствуйте, вам слово. Добрый день, мы сейчас находимся в поселке Донецке Ростовской области и здесь утром окраину города по улице Балтийской, дом 34, обстреливали с украинской стороны. Ровно в 9 часов утра местные жители услышали взрывы, несколько взрывов, и после чего они выбежали на улицу, они увидели здесь огромные воронки и, к сожалению, в этот момент, в момент обстрела, один человек находился на улице, мужчина, мужчина ему 46 лет, он находился на улице в момент обстрела, попал снаряд непосредственно в дом, в частный сектор, его убило на месте. Еще два человека, две женщины, они также находились на улице, одной 84 года, другой 55 лет, они ранены осколочными ранениями и их доставили в больницу. Нужно сказать, что вот эта окраина города, она находится всего лишь в полутора километрах от границы с Украиной, от пропускного пункта Изварина, и жители отмечают, что уже не первую ночь здесь идут сильные обстрелы, они слышат звуки выстрелов, звуки взрывов, они боятся, а некоторые из них прячутся в подвалы. Нужно сказать, что всего на этой улице, на Балтийской улице и в окрестностях сегодня разорвалось шесть, попало шесть снарядов, но вот и, к сожалению, два из них попало в жилые дома. За моей спиной вот сейчас огромная воронка, здесь сломан забор, огромнейшая воронка. Вот как раз в этом доме пострадали две женщины. Местные жители отмечают, что сегодня утром практически невозможно было выйти на улицу, они слышали сильные взрывы, и вот они сейчас рядом со мной находятся. Скажите, пожалуйста, откуда стреляли? Что вы слышали? В Украине стреляли, был минометный обстрел, это началось 5 минут 10-го. Я как раз вышел из дома, и первый взрыв я услышал напротив моего дома, на Балтийской, и увидел столк пыли. Потом пошли два выстрела, пошли еще два выстрела, услышал. Когда прекратилось, я пришел на Балтийскую улицу, кричали две женщины. Я в дом, женщина лежала на полу старая, а молодая была, побита стеклами, там посвящена, все лицо у нее было. В 47-м доме лежал, мужчина лежал в прихожке с оторванной рукой, минометная воронка рядом была с мужчиной. Вот это произошло. Вызвали сразу скорую милицию, но милиция вообще не появилась, даже не приезжала. Скорая приехала через 20 минут. Скажите, а как часто с украинской стороны обстреливают вашу окраину? Каждый день идет, по ночам вообще, с 20 июня это идет, это обстрелы постоянно идут. И никому до этого дела нет. Даже вообще никому до этого нет дела. Ну вот и нужно сказать, что мы находимся здесь, в поселке Донецке, Ростовской области, уже два дня. Мы сами слышим ежедневные ночные обстрелы. Обстреливают по несколько раз в день, а выстрелы слышны с украинской стороны. Ну и человек, который сегодня погиб, его зовут Андрей Шулятьев, у него осталось 4 ребенка. Коллеги. Ирина, хочется уточнить, есть данные о четверых пострадавших. Вы можете подтвердить эту информацию или у вас новые данные? По последним данным, всего 3 пострадавших. Это мужчина, 46 лет, Андрей Шулятьев. Я напомню, он находился во дворе собственного дома, когда снаряд попал от точечного удара, он погиб. И две женщины, одной женщине 84 года, другой 55 лет, это мать и дочь, они также находились во дворе собственного дома. Снаряд попал буквально им под порог от взрыва, от осколочных ранений. Женщина, в которой 84 года, она упала, сломала ногу, а вот ее дочь от осколочных ранений, она тоже пострадала, их уже доставили. В больницу им оказывается медицинская помощь, ну а мужчина, к сожалению, погиб на месте. Спасибо, Ирина. Держите нас в курсе. На прямой связи со студией была Ирина Топоркова. Она находится в Ростовской области, в поселке Донецк. Там из-за обстрела со стороны Украины погиб гражданин России и еще двое ранены. Снаряды разрушили два частных дома. МИД России уже отреагировал на факт гибели человека в Ростовской области. Наши демарши будут жесткими и конкретными. Нужно выяснить все обстоятельства, говорится в заявлении замглавы МИДа России Григория Карасина.